Добрый вечер! В эфире «Весить Карачаево-Черкесия» в студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске «Весей». И вот о чем расскажем. 12 тысяч детей отдохнут этим летом в Карачаево-Черкесии. Начался подготовительный этап к летней кампании, которая стартует с 1 июня. Письмо водителю сотрудник госавтоинспекции МВД по Хабецкому району провели профилактическую акцию и напомнили водителям ОПДД. Сделаем республику еще чище. В преддверии Дня Победы и в рамках Всероссийской акции прошел масштабный субботник по очистке берегов от мусора. Каждый поэт – это целый мир. В рамках проекта «Движение первых» в поселке Майский прошла встреча с поэтом и журналистом Артуром ХЦ. Члены Межнационального совета Карачаева-Черкесии подписали обращение, в котором призвали не поддаваться на провокации, задевающие национальные чувства и подчеркнули важность народного единства. «Мы уже много лет мирно живем в своей родной республике, где соприкасаются разные культуры, традиции и национальности. Именно это разнообразие, эта особенность делает нашу республику уникальной и богатой. Мы дорожим нашим межнациональным, межконфессиональным единством, фундаментом стабильности в Карачаево-Черкесии», – говорится в обращении общественных организаций республики. По поручению муфтия Карачаева-Черкесии Исмаила Хаджибердеева прошло собрание, на котором обсудили попытки спровоцировать в сети межнациональные конфликты. Недавным событием в Карачаевске, где было завершено нападение на сотрудников полиции, было посвящено мероприятие в Духовном управлении мусульман. Имамы крупнейших мечетей, а также кадии и представители районов Карачаева-Черкесии единогласно осудили нападение на полицейских. Мы согласны, высказались о том, что мы полицаем и осуждаем. Мы с этим согласны и будем работать в том направлении, служить в том направлении, что впредь такие ситуации в жизни наших жителей, нашей любимой дорогой республики не случалось. Конечно, мусульманская умма именно города Черкесии осуждает это. Почему? Потому что в Уанне Аллаху спонагулатараля напоминает нам, что убийство одного человека приравнивается к убийству всего человечества. А кто сохранит жизнь другому человеку, кто спасет человека, то как будто он спас всего человечества. И, сводя из этого, конечно, все рассуждают. Убивать человека никто не имеет права. За это самые большие грехи в исламе. Сегодня в России отмечается праздник весны труда. Жители Карачаева и Черкесии с 1 мая поздравляют Рашид Темрезов. Этот день в нашей стране и в нашем регионе всегда будет праздноваться с особым чувством, ведь испокон веков считается человек славен своим трудом. Особая благодарность старшему поколению наших тружеников своими усилиями, знаниями, опытом и энтузиазмом, заложившим основы дальнейшего социально-экономического развития республики. Успехов в труде и всех добрых начинаниях. Тем, кто ныне работает в разных сферах и областях, в городах, аулах, станицах, говорится в поздравлении Рашида Темрезова. В Карачаево-Черкесии в этом году летней оздоровительной кампанией планируется охватить около 12 тысяч детей. Об этом говорили на совещании в Доме правительства с участием министра образования республики Инны Кравченко и представителей профильных организаций и ведомств, содействованных в организации летнего отдыха детей. Мадина Каракетова подробнее. Лето – самая волшебная пора для детей. Именно с летним отдыхом, каникулами связаны самые лучшие детские воспоминания. Министерство образования республики ежегодно проводит летние оздоровительные кампании, стараясь организовать самые лучшие запоминающиеся каникулы как можно большему количеству детей. В этом году в детских оздоровительных лагерях республики отдохнут около 12 тысяч детей от 7 до 17 лет. Планируется функционирование 110 лагерей, в том числе семи загородных, двух палаточных и 101 школьного лагеря с дневным пребыванием детей. И летняя оздоровительная кампания 2024 в нашей республике начнется с 1 июня текущего года. В оздоровительные лагеря будут приглашены дети участников СВО, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 6400 детей будут отдыхать в пришкольных лагерях дневного пребывания. 750 детей у нас охвачены клубами выходного дня. И 2000 детей будут охвачены другими малозатратными формами отдыха. Еще около 300 детей у нас отдохнут в федеральных центрах. 100 детей участников СВО на побережье Черного моря. Кроме того, в нашей республике в этом году также запланирован отдых 750 ребят из Старобильского района Луганской народной республики и 60 ребят из Белгородской области. Мы ждем в гости. Второй год подряд в Карачаево-Черкесии на базе двух лагерей «Адель» в Домбайе и «Шахар» в поселке Эркин-Шахар будет работать профильный тематический лагерь «Движение первых». На организацию отдыха детей в бюджете республики предусмотрены необходимые средства, выделены и дополнительные на отдых детей, приглашенных из Старобильского округа ЛНР, Белгородской области, а также детей-гостей из Палестины. Участники совещания из профильных министерств и ведомств рассказали о приоритетных направлениях в работе летних детских оздоровительных лагерей. Воспитательная деятельность в детском лагере реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, которые были зафиксированы в стратегии развития воспитания Российской Федерации. И приоритетной задачей на сегодня является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ценности духовные, способные реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Участники совещания также отметили, что особое внимание будет уделено антитеррористической защищенности и пожарной безопасности детских лагерей, также строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о профилактической акции «Письмо водителю» и «Вечере поэзии». В Карачаево-Черкесии временами небольшой дождь, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 15. Температура ночью 12-14, в горах 5-7 со знаком «плюс», а днем 18-20 выше нуля и местами до плюс 17. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем ожидаются порывы до 15. Температура ночью 12-14, днем 17-20 градусов тепла. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Хабецкому району провели профилактическую акцию «Письмо водителю», цель которой – напомнить участникам дорожного движения о важности соблюдения ПДД. Дети вместе с сотрудниками полиции раздавали письма, обращаясь к водителям, чтобы они придерживались установленных норм вождения, в частности, оживленной части дороги. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. В весенний период очень активное движение на проезжей части, в особенности с участием юных пешеходов. С этой целью и проводятся профилактические мероприятия для привлечения внимания всего общества к соблюдению правил дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции Хабецки вместе с учащимися школы «Аула Малый Зеленчук» провели акцию «Письмо водителю». Школьники в своих посланиях обращались к водителям с напоминаниями, что необходимо быть внимательным во время управления транспортным средством. Дети заранее подготовили письма для водителей, в которых выражают свою просьбу соблюдать скоростной режим, притормаживать при проезде пешеходных переходов, пропускать пешеходов на пешеходных переходах, особенно быть внимательными при проезде общеобразовательных учреждений. Каждый водитель, принявший участие в данной акции, получает письмо, обращение от детей. Каждый водитель, принявший участие в акции, получил от детей письмо с призывом быть осторожным и соблюдать правила дорожного движения. Ты очень внимательным будь к пешеходу и в солнечный день, и в плохую погоду. Но ты не зевай в руках твоих жизней. На тормоз нажми, остановись. Будь внимателем на дороге, не садись пьяным за руль, ведь от тебя зависит жизнь, здоровье людей, счастливого пути. Дорогой водитель, будь внимателем на дороге, от этого зависит жизнь людей, соблюдай правила дорожного движения. Водители транспортных средств благодарили детей за профилактическую работу, пообещали быть внимательным к пешеходам и, самое главное, соблюдать правила дорожного движения. Алихан Ипшоков, Зарима Карданова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Хабесский район. Во всей Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России», а также в преддверии Дня Победы прошел масштабный субботник, собравший множество участников, готовых с энтузиазмом взяться за задачу. Коллективы различных ведомств предприятий уделили особое внимание уборке береговой линии реки Кубань, одного из излюбленных мест жителей республики. Субботник стал прекрасным примером сплоченности всех жителей республики во имя общего блага, а очистка берегов Кубани стала еще одним шагом к сохранению природных красот и созданию комфортных условий для отдыха в регионе. Поэзия – чудесная страна, где правит рифма целым миром. Ей власть особая дана, нас покорять звучанием лиры. Каждый поэт – это целый мир, и своим творчеством они помогают нам быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее, наполняют оптимизмом, верой в добро и волнуют читателей до глубины души. Классная встреча в рамках проекта «Движение первых» прошла в поселке Майский с поэтом и корреспондентом ГТРК «Карачаево-Черкесия» Артуром Хце. Алла Динаева подробнее. Встреча с известным поэтом – это всегда праздник. На «Классные встречи первых» с активистами движения школ поселков Майский, Ударный, Октябрьский, Мичуринский и Кавказский пригласили поэта и журналиста Артура Мхце. Это проект, который проводит «Движение первых». Что такое классные встречи? Мы приглашаем в школу интересных людей, художников, поэтов, журналистов. Ребята хорошо знакомы с биографией и творчеством гостя. Артур Мхце – поэт, выросший в семье поэта. Его отец – классик абазинской литературы Керим Мхце, выпускник литературного института, который проявил сыну не только любовь к поэзии, но и умение работать над поэтическим текстом. Отец Артура – знаменитый абазинский литератор, публицист, народный поэт Карачаева-Черкесии Керим Мхце, автор восьми сборников поэзии, многочисленных статей и очерков. 5 мая Кериму Мхце исполнилось бы 75 лет. Многие его произведения литературоведа оценивает как мировое достояние. Отец прививал любовь к тем же самым стихам, произведения Пушкина, Лермонта, все, что по школьной программе. Просто учил меня читать стихи с какими-то эмоциями, с чувствами. Не так, чтобы, допустим, просто наиграно, а чтобы человек прочувствовал. В школе поселка Майский Артур во второй раз. Впервые он сюда приехал снимать репортаж, когда открывали мемориальную доску выпускнику этой школы-участнику СВО Аслану Динаеву. И в тот же вечер Артур посвятил ему стихотворение. То, что происходило во время этого мероприятия, оно немножко меня задело, заживое. Я видел его супругу, которая с поникшенным лицом стояла. Его родственников, ребенка маленького, непонимающая, для него это все игра. И вот все, что происходило, оно просто... Ну и та же доска памяти, где он как раз и смотрит высоко, неподвижно вдаль. То есть вот это все как бы и сподвигло написать. Мы подмоги все же дождались. Только я чуть не сдюжил. Жаль. Сорвалась водопадом вниз. Безутешна твоя печаль. Я иначе подмогу не мог. Не оставил людей, ребят. Нет в победе иных дорог. Жизнь отдать братца, брата, рада. Много лет Артур Мыхце работал на телевидении в Москве. Вопросов у активистов движения первых к поэту и журналисту было много. Спрашивали о работе на федеральных каналах. Интересовались, во сколько начал писать стихи. Просили совет для тех, кто начинает творческий путь. Я, например, оценю стихи, которые написаны не обязательно четко рифма. Главное, чтобы была мысль. А рифма, она постепенно приходит к человеку. То есть шлифовка, она происходит постепенно. А вначале главное, чтобы было что-то, что цепляет людей. Презенты получили школьники за лучшие вопросы. А в завершении встречи ребята взяли автограф у Артура Керимовича. Посмотрели и музей памяти. 11 яблонь посадили во дворе школы поселка Майске. Участники встречи вместе с Артуром Мыхце и мамой Аслана Динаева Людмилой Анатольевной. Алладинаева, Ренат Муков. Вести. Крачево-Черкесия. Майский. Сегодня день рождения почтовой марки, которая давно стала обычным атрибутом письма. Они выпускаются в честь праздников, известных деятелей и памятных событий. В день рождения почтовой марки не только подчеркивается актуальность изобретения, но и появляется повод собраться коллекционерам и обсудить это. И это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Любовь преодолеет все». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok